Слава, а я готова процитировать еще одни строчки. У гитары есть сердце, а ну выдержи, точно я знаю. Не горюй, будет лучше, с надеждой ты скажешь порой. Погоди, я, наверное, продолжу. О войне и любви говорить не устану до тех пор, пока первое не уступит другой. Ну что ж, тогда и приглашаюсь сразу нашего автора. А ты догадывалась, кто автор? Слава, я знаю, кто автор. Объявляй его. Дорогие друзья, на сцене сейчас будет человек, который называет себя не последним романтиком. И это полковник пограничной службы ФСБ России, ветеран вооруженных сил, член Союза журналистов Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных фестивалей солдатской песни, автор-исполнитель Валерий Монастырев. Наши лица под маской, но мы не без них, и голоса убийц будут прорезть для глаз. Мы твои сыновья, чем сильны и велики, как Россия. И ты велика, силы нас, как Россия. И ты велика, силы нас. Я всю жизнь заниматься, излозом, по горе мне в с небес, опускаться цветами судьбы. Караванщики неба, летим после года, и везем мы не рады, а печаль и гробы. Груз номер двести, поцинкованной жесте, матери и невесте, не ставшей женой. Груз номер двести, вместо дискорки двести, жив здоров, все на месте, ждите скоро домой. Не надо говорить высоких фраз, не надо лучше, чем есть казаться. Наши жены провожают каждый раз, твердят так заклинаниями, «Возпрощайся!» А мы уходим, оставляя за спиной свои заботы, радости боевских, чтобы спасти людей, закроенных собой от пули озверевших террористов. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вспоминаем Василия Денисова. И я вспоминаю тот момент, когда в 42-м колледже мы выступали вместе с Василием. И уже уходим, подбегая в виде чушечки таких, пятый класс. «Дядя Вась, можно вопрос задать?» «Ну давай!» «А правда это, что вы, когда в Буденовске были, выносили раненых рожевиц из боя, когда был бой, из больницы выносили?» Васья не смутился, говорит, «Ну, выносили, конечно, но не один, все подразделение работало». «Ну, спасибо, разбирает сердце и уходит». Он говорит, «Хвать одну девчушечку, подожди, дорогая, ты мне задала вопрос, а теперь я хочу тебе задать вопрос. А почему ты об этом спросила?» «Да так, нет, ну же давай, колись, как говорится. Просто в этот день мы там родились. Просто в этот день мы там родились. Вот она. И не факт, что он выносил из боя именно эту маму. Девочка выросла, подросла, подошла к своему герою и сказала, фактически спасибо за то, что я родилась. Это была Вика, девчонка. Ее я сфотографировал. Галайка фамилия. Папа вертолетчиком на боевых заданиях, была мама там, тоже по операциям была. И вот такая, такая в тот момент Буденовский. Она лежала, рожала, а папа был на боевых. Вот такой наш Василий.